Депрессия. Ее признаки знакомы каждому из нас. Тоска, апатия, снижение самооценки, отсутствие желаний, тревога. Опасно ли такое состояние? Этому заболеванию подвержены люди во всех странах мира, всех экономических слоев общества. Каждый из нас подвержен этой болезни. По нашим оценкам, ежегодно происходит 1 миллион случаев смерти в результате самоубийств, что заставляет серьезнее относиться к этому заболеванию. Эта женщина – постоянная пациентка психиатрической больницы имени Алексеева, в народе Кащенко. Она страдает депрессией и силности. Для нее это не просто плохое настроение на несколько дней. Вся ее жизнь – череда серых и черных полос. Когда болезнь обостряется, Елена неделями не выходит из дома. Ей не хочется видеть родных и друзей. Она целый месяц может, лежа на диване, смотреть в одну точку, отказываясь от еды и работы. В таком состоянии Елена несколько раз пыталась покончить с собой. Ты не хочешь ничего делать, ты просто лежишь все время лицом к стенке, и ты не можешь ухаживать с собой, ты не можешь одеться толком, вымыться, приготовить пищу какую-то, и просто очень плохие мысли. А мысли обычно о самоубийстве. Такие хронические пациенты, как эта женщина, еще несколько сотен лет назад впервые натолкнули ученых на мысль, что депрессию вызывают не только стрессовые ситуации, что в организме должна быть предрасполагающая причина, которая провоцирует болезнь и поддерживает ее симптомы. Но какова она? Древнеримские доктора считали, что недуг развивается из-за избытка желчи в организме и лечили больных желчегонными сборами. В средневековой Англии причину видели в жизненных излишествах, и популярными методами борьбы были голод и избиение. В 18 веке в Германии придерживались теории застоя крови. В современной медицине также нет единства. Существует множество гипотез, отчего возникает эта болезнь. Одна из самых распространенных видит причину депрессии в нарушении обмена особого гормона – серотонина. Серотонин активно влияет на психологическое состояние человека. Врачи его называют гормоном счастья. Это вещество помогает передавать электрические импульсы между нейронами головного мозга. И, соответственно, недостаточное количество серотонина в какой-то момент может привести к тому, что вот этой передачи импульсов в клетку не происходит, и возникает весь тот симптомокомплекс, когда человек испытывает снижение настроения, у него мысли становятся более медленными, у него движения могут быть более медленными. То есть такое замедление многих процессов в организме, и физиологических в том числе. Но на основе серотониновой теории сегодня разработана масса лекарств антидепрессантов, которые нормализуют обмен этого нейромедиатора и выводят человека из подавленного состояния. Современные последние поколения антидепрессантов, они блокируют, как бы присоединяются к рецепторам, которые находятся на мембране клеток, и которые именно являются той отправной точкой, от которой начинает двигаться импульс. Они блокируют частично вот эти вот рецепторы, и таким образом искусственность, количество серотонина становится больше, и, соответственно, передача импульса восстанавливается. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году. Произошло это абсолютно случайно. Врачи заметили, что и пронизиат, который использовали для лечения туберкулеза, дает странный побочный эффект. Все больные после его приема находятся в приподнятом состоянии духа. Вскоре этот препарат перестали использовать для лечения туберкулеза и начали для борьбы с депрессией. Так возник класс препаратов, которые были названы антидепрессантами. Сегодня эти таблетки получили невиданное распространение во всем мире. Пузырек успокоительного находится в аптечке каждого пятого жителя Европы и США. В Западном мире, особенно в Соединенных Штатах, в Западной Европе и в России есть множество людей, зависимых от депрессантов. Депрессии уже нет, а препараты потребляются. Потому что многие антидепрессанты дают зависимость. Это плата за их эффект. По данным из различных источников, в США около 50% жителей страдают зависимостью от антидепрессантов. В Европе 10%. В нашей стране этот показатель пока значительно ниже. Лишь 2% россиян зависимы от таблеток для лечения депрессии. Но не завышены ли эти цифры? И с чем действительно связано увеличение людей, страдающих депрессией? То, что меня больше беспокоит, это, конечно, вот это мощное давление моды. Тут я понимаю, что сливаются интересы фармакофирм и прочих, так сказать, людей. Когда это, вот сразу на это ставится ярлык, не диагноз, ярлык депрессии. И человек сразу как-то начинает приобретать некий свой вес, там повышает самооценку, что я модной болезнью болею и так далее. Вовлекает в процесс большое количество людей. И нам кажется, что мы живем в депрессивном мире. С одной стороны. С другой стороны. Это отвлекает внимание медиков от истинно больных людей, которым нужно помогать. Последние исследования вообще поставили под сомнение серотониновую теорию. Ученые, изучая механизм действия антидепрессантов, выяснили, что не все пациенты с депрессией имеют низкий уровень серотонина. Некоторые показывали нормальные или даже высокие цифры. Но если не серотонин запускает болезнь, то что является ее причиной? Увеличение случаев депрессии характерно для всех стран мира. Мы предполагаем, что эта болезнь вызывается многими факторами. И не только генетическими или биологическими. Мы предполагаем, что запускаются механизмы болезни внешними причинами, такими как постоянный стресс, экономическая нестабильность, которая наблюдается в последнее время, социальные факторы. Сегодня социальный фактор является доминирующим, потому что биологически мы меняемся медленно. сегодня колоссально быстро разрушаются все основы. Разрушается пол. Никого не интересует уже пол. Разрушается материнство. Рожать можно вообще без мужчины, даже без женщины, может быть суррогатная мама. То есть разрушаются все основы нашей жизни. Ну а как человек на это реагирует? Депрессии. То есть такого бурного изменения в жизни планеты ведь никогда не было. Эти молодые люди не знакомы между собой. Они работают в разных сферах и даже живут далеко друг от друга. Все они страдают депрессией. Долгое время врачи не могли выяснить причину к появлению болезни. В их жизни не было трагедии, болезненных разрывов отношений, смертей близких. Ничего, что могло бы ввести в затяжную глубокую печаль. Лишь европейский психиатр смог прояснить ситуацию. Депрессия социальных сетей. Этот диагноз, уже вошедший в практику западных врачей, в России еще мало известен. Недавно американские ученые пришли к неожиданному выводу о том, что использование социальных сетей может вести к уменьшению субъективного ощущения благополучия и стать источником депрессивного состояния. По мнению коллектива ученых во главе с Итаном Кроссом из Мичиганского университета, полмиллиарда человек по всему земному шару ухудшает свое психологическое самочувствие от частого использования социальных сетей. В ходе нашего исследования мы наблюдали за людьми, за тем, что происходит, когда они пользуются соцсетями. И мы выяснили, что чем больше они вовлечены, тем хуже они себя чувствуют. До начала пользования соцсетью настроение людей, за которыми мы наблюдали, было лучше, чем по окончанию сеанса. И это отмечалось почти у всех участников. Некоторые психиатры считают, что социальные сети провоцируют у своих пользователей развитие абсолютно нового вида депрессии. Смайлики, лайки над фотографиями и позитивные статусы на страничках провоцируют у людей развитие смеющейся или маскированной депрессии. Наиболее подвержены ей подростки и люди до 25 лет. Пациенты с этим видом депрессии, как правило, попадают к врачам на достаточно поздней стадии, когда помочь пациентам становится уже весьма сложно. Одна из форм депрессии, наиболее сложная, естественно, для такой визуальной диагностики, это так называемая смеющаяся депрессия. К сожалению, для вот этой формы депрессии очень часто люди даже внешнего такого толчка, что нужно обращаться за помощью, не получают. Социальные сети, возможно, способны спровоцировать развитие депрессии у своих пользователей. Подтверждает ли это и то, что депрессия является психологической душевной патологией? Ведь далеко не все, имеющие странички в интернете, страдают от этой болезни. Получается, сегодня нет единой теории, объясняющей происхождение болезни. Более того, перед учеными все чаще встает вопрос, а может быть депрессия это не болезнь души или тела, а наша защита? Такому выводу пришел американский ученый Мартин Селегман. Он изучал поведение животных при стрессе. Две группы мышей периодически подвергались различным испытаниям. Но у мышей из первой группы не было возможности избежать этого, тогда как животные из второй могли избавиться от дискомфорта, перебравшись через барьер. Когда после эксперимента их выпустили в открытое пространство, поведение животных в разных группах было прямо противоположным. Первые мыши черного цвета начали реагировать на стресс пассивно, безразлично, а вторые, напротив, были тревожными, напряженными и практически неподвижными. Мартин Селегман сделал следующий вывод. Животные, которые не могли избежать травмы, постепенно привыкли к тому, что не существует способа избавить себя от дискомфорта. В результате их организм меньше напрягался, и они чувствовали себя гораздо лучше тех, которые надеялись на спасение. Мыши из второй группы в течение всего времени проведения эксперимента продолжали бороться, и силы их истощались. Получается, в состоянии депрессии притупляются желания. Она спасает человека от внутренней боли, смягчает невыносимое давление сложившейся ситуации, как бы сдерживая напор эмоций, которые нередко могут привести к самоуничтожению. Это повод для переосмысления, как и любая болезнь. Человек может осознать массу вещей. Кто-то начинает осознавать, что нужно вести правильный образ жизни, перестать курить, пить, начать заниматься бегом. И в этом смысле депрессия, да, конечно, дает такой толчок для размышлений. Интересный факт. Браки, заключенные в момент депрессии, обычно бывают очень устойчивыми, а браки, заключенные в легком, веселом состоянии, быстро рушатся. Не случайно есть выражение депрессивный реализм. То есть вот депрессивный человек видит многие вещи, может быть, даже в более реалистичном свете, чем обычные люди, которые склонны поддаваться своим внутренним иллюзиям и переоценивать какую-то сторону события. Быть может, депрессия – это не болезнь, а особое состояние, необходимое человечеству. Американские психологи предположили, что депрессия – эволюционная сила, заставляющая людей пересмотреть свою жизнь и двигаться вперед. На эту мысль ученых натолкнули данные исследования, проведенного учеными из Швейцарии, Германии и США и посвященного взаимосвязи между депрессией и определенными способностями. Группу пациентов с диагностированной депрессией, группу лиц, выздоравливающих от депрессии и контрольную группу людей без депрессии просили пройти тест для отбора кандидатов на работу. Выяснилось, что люди, которые переболели депрессией, показывали более высокие результаты, чем те, кто никогда с ней не сталкивался. Так не проиграет ли человечество, избавившись от депрессии? Мудрость создателя заключается в том, чтобы вот именно разные грани мирского мы могли ощутить порой горе, порой счастье. То есть, если ты находишься на одной волне счастья, наверное, это тоже привносит некий дискомфорт. то есть, если постоянно кушать мед, или постоянно кушать черную икру, то есть, ты со временем потеряешь вкус этих, казалось бы, ценных продуктов. То есть, все должно меняться. Что же является истинной причиной депрессии? Душевные страдания, окружающий нас жестокий мир, или причина недуга, генетически заложенная в нас модель, которая активизируется в определенные моменты жизни? Или это и не болезнь вовсе, а душевная слабость, грех, уныние? А может, в депрессии скрыта наша сила, и благодаря ей мы способны выдержать любые удары судьбы и стать умнее и сильнее? Пока вопросов больше, чем ответов. Сегодня депрессией страдает 350 миллионов человек. По прогнозам ученых, через 30 лет это заболевание поселится в каждой семье. Треть жителей планеты будет находиться под властью этого недуга. К чему это приведет? Из мира исчезнут краски, и все предметы вокруг станут серыми? Или человечество сможет побороть это состояние и по-другому относиться к проблемам и препятствиям? Ясно одно, депрессия дана нам не случайно, ибо, находясь на свету, нельзя ничего увидеть в темноте. И только пребывая в темноте, можно увидеть все, что залито светом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова